В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! Итак, давай для начала ты немножечко расскажешь о себе, чем ты занимаешься, вот так все по порядку, да, почему именно Дом Солнца, вот такая у нас интересная тема, и почему эта тема зимой, когда, в общем-то, Солнца маловато. Давай с этого начнем. Да, хорошо. Ну, если кто не смотрел волнулись, немножко коротко расскажу о себе и о темах, которые мы сегодня будем освещать. Меня зовут Александр Фирсов, мне 32 года, у меня семья дочка, закончил университет по специальности инженер-строитель, служил в армии 6 лет. У меня 4 спортивных разряда, музыкальное образование. Играю и пою в коллективе «Добрый растепь», например. Играем на древних музыкальных инструментах, которые делаем собственными руками. Восстанавливаем и поем русский народный фольклор и казачий фольклор. С удовольствием занимаюсь художественной фотографией и видеосъемкой, в том числе на пленочные старые камеры. Я альпинист со стажем, был и участвовал в научно-исследовательских экспедициях в Тибет, горе Кайлас. И также был у истоков четырех великих рек Востока. Кроме того, например, я инструктор по славяно-арийской йоге Ярге. Занимаюсь ладованием на тренажере Правила. За свою жизнь я получил практически все строительные специальности от каменщика, плотника, заканчивая руководителем собственной архитектурно-строительной компании. Уже порядка десяти лет я занимаюсь вопросами экологии, проектом расселения городов на сельские территории, а также вопросами интеграции человека в естественную среду обитания. В общем-то, коротко о себе. Кроме того, как раз вот сами темы заявленные, они будут плавно нас подводить к раскрытию главной темы сегодняшнего дня. Это тема как раз проекта «Экопоселение нового типа». Почему он назван «Дом солнца»? Ну, потому что изначально, когда я организовал строительную компанию, это была лишь небольшая часть общего проекта. То есть, понятно, что для организации «Экопоселения» дом – это неотъемлемая часть этого проекта. И поэтому я начал с малого. Постарался создать экологически чистый бизнес для того, чтобы его потом плавно перенести как раз в проект. В общем, разносторонний человек. А скажи мне, пожалуйста, Александр, вот ты занимаешься изготовлением музыкальных инструментов, играешь в ансамбле. Но при этом, почему у нас твоих песен не слышно на радио? Где они? Такой камень в свою сторону сразу. Коллектив «Добрости» существует совсем недавно. У нас пятеро человек. И, к сожалению, нас жизнь, можно сказать, разбросала. Мы находимся, живем на разных территориях. Каждая индивидуальность, каждый мастер своих музыкальных инструментов. И мы собираемся практически все время только на концерты. Летом выступаем очень часто. Приглашайте. Можно посмотреть видео, концерты и записи у нас в группе ВКонтакте. Ну, это, наверное, наше упущение. Я буду очень рад, если вы будете приглашать нас на концерты. Мы с удовольствием будем выступать и петь голос. Хорошо. Обсудим этот вопрос за кадром. То, что называется за эфиром. Ладненько. Теперь давай уже к теме. Дом солнца. Ну, я знаю много домов. Сам живу все-таки в доме экологически чистом. Из соломенных блоков. Сами проектировали, сами строили. Я знаю, что это такое. Знаю плюсы-минусы. Какие косяки возможны. Как их теперь уже избежать знаем. Когда сам все сделаешь много раз и переделаешь. Уже знаешь, как, чего и так далее. То есть уже хоть прям сам иди прорабом куда-то и делай. Но дом солнца. Чем он отличается от просто эко-дома? Вот почему такое название дано? Ну, если переходить к теме эко-дома, то есть экологически чистое строительство и проектирование, да, в рамках нашей компании, ну, работаю в строительстве я уже достаточно давно, как я сказал. И за время этой работы я... Ну, мы строили дома по разным совершенно технологиям. У меня просто есть определенные тезисы, чтобы ничего не упустить. Информация достаточно плотная. Если у тебя есть желание, ты можешь вообще включить показ своего экрана, и все вместе с тобой будут смотреть, что там у тебя есть. Демонстрацию экрана можно сделать. Это у тебя в скайпе, надо просто нажать, смотри, какая версия. Если седьмая версия, то нажимаешь звонки, дальше демонстрация экрана и показываешь. Если восьмая, то там рядышком. Ну, это если есть желание. Да, хорошо. То есть в рамках нашей компании за годы опыта мы разработали, можно сказать, свой продукт, свой дом. Это экологически чистый, энергоэффективный, умный эко-дом. Можно прямо разобрать по тезисам, потому что каждое слово здесь имеет значение. То есть, например, слово энергоэффективность. Энергоэффективность, мы очень часто сейчас слышим это слово, достаточно модное, часто встречается. Но все ли мы понимаем, что это такое? Например, энергоэффективность. Но если на пальцах, все очень просто. То есть представьте, что мы, например, освещаем одну комнату 100-ваттной лампочкой накаливания, простой. Если поменять эту лампочку накаливания 100-ваттную на 5 светодиодных 20-ваттных ламп в той же светимости, то мы уже можем освещать 5 комнат. При том, что энергетические затраты не изменились. То есть получается, что все, что нас окружает вокруг, это энергия. И энергоэффективность предполагает расходование этой энергии с пользой и умом. То есть снижение энергопотребления, мы снижаем расходование природных ресурсов. То есть энергоэффективность напрямую связана с экологическим состоянием природы, нашей планеты в целом. Когда мы снижаем энергоэффективность, мы благотворно влияем на окружающую среду. Это важно. То есть, например, если к вашему участку, к нашему дому уже подведено электричество, то соблюдая принципы энергоэффективности, можно серьезно сократить плату по счету. Ну, если вот так на пальцах, да, то есть представьте, что у вас, например, вы платите, вы отапливаетесь электроэнергией, да, и платите в месяц 5 тысяч, да. За счет принципов энергоэффективности можно сократить этот ценник до 1000 рублей в месяц. То есть это где-то 48 тысяч в год. То есть вполне можно на эти деньги куда-нибудь съездить, отдохнуть. Вот. Это просто соблюдая принципы энергоэффективности. Кстати, очень интересная, полезная информация, то, что Министерство энергетики наше в России приняло в прошлом году закон о двухсторонних счетчиках, который уже работает давно в Европе. Вот. И с весны этого года можно поставить такой счетчик и продавать электроэнергию, которую мы вырабатываем в сеть. Это очень здорово. То есть, например, летом мы поставили автономные системы, которые нас снабжают, и мы вырабатываем чрезмерное количество энергии, которую мы не потребляем. И счетчик начинает раскручиваться в другую сторону. И когда есть просадочные дни, не солнечные, когда нет ветра, зимний, то мы просто эту электроэнергию берем у государства. Просто счетчик начинает крутиться в другую сторону. Это действительно серьезный прорыв для автономной энергетики и автономных систем энергетики для России, и зеленой энергетики в целом. Это очень здорово. Ну, кстати, можно ведь... То есть, в рамках нашей компании, ну, я в частности, мы занимаемся и полностью автономными системами. И наши дома, у нас есть положительный опыт, мы переводим полностью на автономку. Ну, что это значит? Это значит, что мы берем и наш дом ставим в том месте, которое нам понравилось, без привязки газу, электричеству, воде и так далее. Ну, я чуть отвлекся. То есть, что такое все-таки энергоэффективность? И чем отличается энергоэффективный дом от неэнергоэффективного, от классического? То есть, например, если взять классический дом из газосиликата и кирпича в 200 квадратах, ну, в среднем, да, то такой дом будет потреблять порядка 25 киловатт-час тепловой энергии. Ну, с чем это можно сравнить? То есть, есть, например, у нас у каждого на кухне есть электроплита с четырьмя конфорками. Вот эта плита, она потребляет, если включить четыре конфорки, 4-5 киловатт-час. То есть, для того, чтобы отопить дом классический, нужно, чтобы у нас стояло пять плит, которые будут работать все время, беспрерывно, всю зиму. И тогда в нашем доме будет тепло. Ну, это на пальцах. Конечно, никто не собирается отапливать дом электроплитами, но это можно почувствовать. То есть, мы включили плиту и чувствуем, как электрическая энергия превращается в тепловую. Какой жар идет. Ну, и можно вспомнить, как начинает раскручиваться счетчик и трещать в это время. Энергоэффективный дом по сравнению с классическим, такой же площади, потребляет всего 5 киловатт-час тепловой энергии. Представьте, 25 киловатт и 5 киловатт. То есть, это эквивалентно всего одной электроплите, если сравнивать, да, если на пальцах объяснять. Ну, и становится понятно, что проще снабжать электроэнергией, там, пять плит или одну плиту. Вот в этом и кроется секрет, что, например, если внедрять автономные системы, то автономными системами невозможно прокормить классический дом, построенный по классической технологии. И когда мы строим дом энергоэффективный, по энергоэффективным принципам, то нам нужно расходовать, в него вливать очень мало энергии, тепловой энергии, электрической, для того, чтобы он сам себя поддерживал. В этом-то весь и секрет. То есть, совмещая две передовые технологии, энергоэффективность и автономные системы, экологически чистые, мы получаем энергоэффективный автономный дом. Это первое. Но вот теперь вопрос экологии. Что такое, почему наш дом экологически чистый? Но, как я сказал, мы строили дома по разным технологиям, и за это время пришли к оптимальной технологии именно цена, качество, энергоэффективность. Ну, если подумать, да, какой дом будет максимально теплым? Ну, наверное, это дом, который будет полностью из утеплителя, если так утрировать, да. Но такое ведь невозможно совершенно. Должны быть несущие конструкции. Ну, то есть, значит, самым экономичным домом, экологически чистым, будет именно тот дом, в котором будет оптимально сочетаться утеплитель и несущие конструкции. В такой системе полностью отвечает каркасный дом. То есть, минимум несущих конструкций, деревянных, экологически чистый материал дерева. Стены, перекрытия, полы, кровля, заполненные энергоэффективным, экологически чистым утеплителем. Кроме того, вот в рамках нашей компании, вот что такое экологически чистые материалы? Это материалы, которые отвечают трём принципам основным. Первое. Их производство не влияет на окружающую среду, экологию. Второе. Они не воздействуют отрицательно на здоровье человека в процессе эксплуатации. Ну, то есть, мы проживаем в доме, и они не вредны для нас, для наших детей. И третье. Они легко утилизируются и перерабатываются повторно. То есть, вот в нашем каркасном доме, кто знаком с этим строительством, вы знаете, что там используются мембраны, плёнки и достаточно много полимерных материалов. То есть, вот в нашем доме нам удалось избавиться полностью от полимерных материалов и сделать этот каркасный дом полностью экологически чистым. Подобрать те материалы, которые одинаково сочетают в себе теплопроводность в равной степени и паропроницальность. Вот. То есть, получается, мы раскрыли три тезиса уже, да? Энергоэффективный, автономный, экологически чистый. Умный дом. Да? Почему дом называется умный? То есть, для того, чтобы достигнуть энергоэффективности нашего дома, мы соблюдаем четыре правила. Первое правило – это, конечно, принципы самого проектирования. Потому что во многом тепло, теплота дома, его эффективность зависит от того, каким образом он расположен на участке, в какой климатической зоне находится. Обязательно делается теплотехнический расчёт. Ориентация по сторонам света. Утепление с северной стороны. Например, нежилые, ну, малоиспользуемые помещения, кладовые, гардеробы и так далее, котельные, они выносятся на северную сторону. А жилые помещения выводятся максимально на открытую, на южную, восточную и западную стороны. Сама конфигурация дома располагается таким образом, чтобы улавливать максимально свет, солнечный свет, инсоляцию. Вот, кстати, почему дом солнца. Потому что мы тоже пытаемся максимально использовать солнечную энергию как в автономных системах, так и в процессе проектирования этого дома. Ну и второй принцип – это подбор эффективных экологически чистых материалов. Вот это вот именно сочетание. Максимально тёплый дом с оптимальным сочетанием несущих конструкций. Третий принцип – это внедрение определённого набора инженерных систем. О них можно прямо отдельно рассказывать. Это система рекуперации, это тепловой насос, это солнечные батареи нового типа, это ветряки тоже. Есть сейчас очень интересные типы и новые технологии. Это также автономные септики. И кроме того, это всё регулируется технологией умного дома. То есть, когда мы отсутствуем в помещении или в доме, температура его определённым образом регулируется и выставляется минимальный расход. Также освещение по комнатам. Четвёртый пункт – это использование оборудования и бытовой техники с минимальным энергопотреблением. То есть, знаете, что бытовые приборы разделяются на классы А, Б, С, А, 2А, 3А. То есть, мы используем в наших домах бытовую технику с классом А плюс и выше. Вот в этом случае, вот в этом сочетании как раз можно достигнуть энергоэффективности, автономности и экологической чистоты. Вот такой вот дом, собственно, мы и разработали. Я думаю, вам интересно, сколько стоит этот дом. Я думаю, что всем это интересно. Сколько же такой чудо-дом стоит? С этого года, я прям тоже по порядку расскажу, мы разработали, в том числе и специально для эко-поселений, эко-микродома. Что это такое? Это дома, которые сейчас очень популярны во всем мире. Дома, которые построены по принципу «необходимые и достаточные». Я их сейчас, я рассказываю именно о них, чтобы начать с минимальной цены. То есть, что такое «необходимые и достаточные»? Это дом оптимальной площади на двух человек, трех, четырех. Конечно, для многодетной семьи они уже не подойдут. Но если вы только-только переезжаете на Землю, и у вас есть определенная сумма, то вы, конечно, можете поставить сначала эко-микродом. Причем есть у него принцип модулей. То есть, когда вам нужно расширить этот дом, вы его достраиваете, расширили семью, поставили еще дополнительный модуль. Но каждый дом, каждый этот модуль, он полностью смотрится как отдельный дом, полноценный. То есть, такие дома быстровозводимы. За счет того, что они разумно компактные, в них очень легко реализовать принцип автономности за разумные деньги. Они быстровозводимы. То есть, такой дом ставится за 2-3 недели всего. И такой дом у нас начинается от 900 тысяч рублей под ключ. 900 тысяч. В него входит полностью, он энергоэффективный, экологически чистый. Это работа и материалы. То есть, приходи, живи. И, кстати, можно такие дома использовать и под гостевые домики. Ну, под гостевые дома, если, например, эко-поселение занимается экотуризмом, то они отлично подходят для вот такого вот частичного временного жилья. Или, например, к вам приезжает новый поселенец, который прям горит желанием с вами жить. И, конечно, желательно дать ему пробную версию, чтобы он пожил, посмотрел, попробовал. Его можно заселить именно вот в такой дом, чтобы он со всеми познакомился, посмотрел, как на земле там летом, зимой, весной, осенью, чтобы он прочувствовал это. И потом он может выкупить, например, этот дом, либо построить новый, освободить его. То есть, например, такой дом полностью автономный, вот 900 тысяч – это дом, которому подведено хотя бы электричество. Вот. И уже можно жить. Хотя в этом доме за 900 тысяч уже имеется реактивная печь, которая требует минимум дров. Он всё время тёплый. То есть, если говорить об энергоэффективности эко-микродома, то он тратит всего 1-3 киловатта зимой в МОЗе. То есть, что это значит? Это значит, что вы включаете одну плитку, ну, электроплитку, вот эту одну конфорку, и у вас уже тепло в доме. Вот такой вот дом получается. Дом полностью автономный, начинается от 1 200 000. Но это значит, что этот дом вы приходите и ставите в любом месте, на берегу озера, на берегу моря. Вот. Ему не требуется вообще ничего. Вы его ставите и живёте на нём. Это что касается эко-микродомов. Дома средней и крупной площади у нас стоят 15-18 тысяч за квадратный метр. Нужно понимать, что это дома, ну, это работа и материалы. Дом тоже под ключ, приходи живее. Это туда уже входят инженерные коммуникации, в этот дом. То есть, если вы, например, планируете строить такой дом в эко-поселении сами, ну, часто такое бывает, что, ну, как, мужчина должен посадить дерево, бросить сына и построить дом. Но эко-микродом приходит к вам как конструктор, и вы просто его собираете с друзьями, веселый и задорный. Конечно, мы всегда консультируем и сопровождаем такую сборку. На дом средней площади вы просто можете, например, заказать проект. Можете заказать доставку материалов. Ну, например, если вы заказываете проект, то мы делаем проект полностью по принципам энергоэффективности. То есть, принципы энергоэффективности, они уже дают 20% экономии на энергии, на электроэнергии, тепловой энергии. И конкретно под ваш участок, для вашей семьи, мы делаем этот проект. Мы его привязываем к местности. Мы составляем подробные техзадания для того, чтобы ваш дом максимально соответствовал запросам вашей семьи. То есть, такое очень часто бывает. Живет семья, жена, дети, муж. И у них у каждого представление о доме своем. Кто-то представляет двухэтажный, кто-то купольный, кто-то классический дом. И для того, чтобы прийти к общему знаменателю, сколько там будет комнат, какие лестницы, будет там второй свет, какие окна, составляется техническое задание. Вот вообще техническое задание – это прям первый шаг на пути к вашему дому. У вас нет дома, что нужно первонаперво сделать? Его создать, вот внутри продумать полностью. У нас есть, кстати, в интернете ссылка, мы ей пользуемся. Мы составили такое техническое задание. Я думаю, в конце эфира я ее для всех выложу. Можно по ней перейти и прям заполнить, ответить по спискам, поставить галочки везде. Вам ответ придет на электронную почту, и вы уже будете представлять, какой вам дом нужен. Нужны ли вам там мастерские, нужны ли вам, сколько вам детских нужно, нужен ли вам зал там для практик, для йоги, тренажерный зал какой-нибудь, где вы там будете ставить транспорт, машину. Это важные вопросы, потому что каждая опция, она добавляет стоимость. Это понятно. И, соответственно, чтобы не переплачивать, нужно обязательно составлять подробное техническое задание. Вот индивидуальный проект, он именно и нужен для того, чтобы не переплатить, а спроектировать дом оптимально. То есть, например, в нашем проекте мы еще предоставляем ведомость по материалам, обязательно с текущими рыночными ценами, и вы будете иметь уже себестоимость дома, на что вам ориентироваться. Вот такой вот, вкратце, энергоэффективный, экологически чистый умный дом. Если у вас есть вопросы, вот прямо сейчас конкретно, я вас с удовольствием отвечу. То есть, предлагаешь перейти ко второй части ответа на вопросы? Или с тобой поговорим пока? Да, мы можем поговорить, просто как обратная связь. Мне очень интересно, буквально пятиминутная, например, обратная связь, если кто-то в чате напишет. Интересны вам такие дома? И вообще, интересна тема? Как вы себя чувствуете? Ну, я тебе скажу, что у нас уже есть вопросы, и не один, не два, а достаточно большое количество, поэтому эта тема интересная, особенно тем, кто понимает, что это такое. Ну, давай для начала я тебя поспрашиваю. Значит так, основа – дерево, каркас. Каркас, скорее всего, для того, чтобы был крепкий, он не в одну досочку, а по принципу ферм, там, да, две доски идут, скорее всего, правильно? Обязательно. Любая конструкция у нас идет по расчету, то есть мы никогда не перерасходуем материал, но мы его закладываем оптимально. И каркас обязательно всегда сухой, мы не используем сырую древесину, с ней очень сложно работать, ее ведет в итоге, и она очень тяжело пропитывается огнебиозащитой. Далее, наполнитель какой? Наполнитель нашего воронежского производства, полностью экологически чистый материал, он называется эковата, может быть, вы и встречали даже, потому что, я думаю, уже не только в Воронеже его производят, полностью целлюлозный утеплитель из вторичного сырья переработки. С добавлением различных веществ, чтобы мышки не лазили, чтобы не горело и чтобы было все хорошо. Да, да. Что туда добавляют? Да, сразу, чтобы, такой сразу вопрос, ага, химию добавляют. Нет. Химия, как мы знаем, бывает органическая и неорганическая. Органическая химия – это углеводорода. Неорганическая химия – это солесоединение. Вот как раз здесь используется солесоединение для того, чтобы материал не поддерживал горение, и как раз чтобы его не ели мышки. Да, вот именно так. Ну, можно сказать, что именно входит? Потому что есть несколько вариантов. Что туда добавляется в вашем варианте? Я могу, сейчас я прям вот, чтобы вас не обмануть, я могу выложить технические условия этого материала. Вот. И вы посмотрите. Мы их прорабатывали, и по предельно допустимой норме, есть такая, мы видели, что если эти соли не есть ложками, то всё будет нормально. Они не летучие соединения, их никто не растворяет. То есть, этот материал можно считать даже неусловно, экологически чистым. И, насколько я помню, один из наполнителей – это бром, какое-то сочетание брома. Ну, ладно, можно посмотреть, потому что могут наполнители разновать. Я могу просто пример привести тем, кто сомневается, что такое эковата. Вот где-то она известна была с начала прошлого века, уже её применяли. Естественно, там добавки были разные. Но был такой интересный случай. Всем известно, что до Великой Отечественной войны Россия и Советский Союз и Германия, они как друг друга поддерживали. То есть, были германские соединения на территории Советского Союза. Например, летные были какие-то аэродромы, где немецкие летчики из Люфтвафта учились управлять самолетами, летать, поскольку в Германии в те времена было запрещено иметь свою армию. И немцы, как настоящие хозяева, когда приезжали, что-то оборудовали, они строили сами себе дома, своя рабочая сила была. То есть, полностью привозили и специалистов, и стройматериалы, всё привозили. И вот, в частности, помимо самолетов, помимо всего оборудования, они привезли сборные дома, где утеплителем как раз и была эковата. Так вот, когда уже в 60-е годы, или даже в 70-е, пришло время ломать домики, потому что надо было построить новые, с большим удивлением обнаружили, что эта эковата совершенно цела. Там не было ни гниения, ни каких-то там грибов, ничего. То есть, она совершенно целая. То есть, эти домики были тёплые, уютные. Но самый интересный факт, то, что те, кто разбирали эти домики, они старались так аккуратно разобрать, чтобы эту эковату собрать в мешки и увезти к себе, построить дачи, потому что в Советском Союзе с стройматериалами было тяжеловато. И вот как раз эти домики аккуратненько перекочёвывали кому-то на генеральскую дачу, кому-то на дачу полковника и так далее. То есть, эковата – это хорошо себя зарекомендовавший строительный, утеплительный, вернее, материал строительства. И я прям дополню. Очень интересная информация. Я, кстати, её совершенно не знал. Спасибо большое. Материал сам. Он, чтобы… Есть несколько мифов про этот материал, что он даёт усадку, что в нём заводятся мыши, да, действительно, что он горит. В итоге сам материал, он задувается в стены под давлением. Это нужно тоже понимать. И задувается туда в несколько этапов обязательно. Первый этап, второй этап. Потом он чуть подусаживается, и задувается третий этап. То есть, если взять, снять листовой материал, мы его прям снимали. Был момент, мы заменяли там небольшую часть. Вот. И этот материал даже не пошёл вовне. То есть, он не осыпался, потому что настолько он там упрессовывается. Этот материал, так как он пористый, но очень плотный, во-первых, он заполняет все полости. У вас, получается, в стене нет ни одной полости. То есть, нет проблемы мостов холода с этим материалом. И, кроме того, если даже в него попадает случайным образом доля влаги, то она, знаете, как в бумаге, она прям рассеивается. Это называется рассеивающий, эффект рассеивания капли росы. Тоже есть такой термин. Вот. И к этой эковате мы подобрали два слоя финского материала. К сожалению, он производится сейчас в Финляндии и в Белоруссии. Он, это не самый дешёвый, то есть, это по цене не конкурент ОСБ, который сейчас везде пихают. МДВП – это полностью экологически чистый материал. Сделан финами. Он имеет толщину от 12 до 50 мм. Мы используем 25 мм с обеих сторон. Это листовой материал, который замыкается в замки. Это тоже полностью целлюлоза. Измельчённая стружка. Он в очень мелкую дисперсию. Они прессуются, эти плиты, под давлением и температурой. И за счёт естественного лигнина, естественных смол, он упрессовывается в листы, в листовый материал. Потом этот материал пропитывается парафинами. Это для внешней отделки. То есть, он уже полностью идёт как гидроизоляция и пароизоляция. Вот. И что здорово, у этого материала, МДВП и эковаты – одинаковая паропроницаемость. То есть, вся стена работает в монолите. Как монолитное такое соединение. Вот. И потом мы используем любой отделочный материал. Совершенно в любом стиле. Может это быть природный камень. Может это имитация бруса. Ну, всё что угодно. Хоть штукатурка глиняная. Вот. Вот что касается МДВП, есть белорусский производитель сейчас. Но, к сожалению, белорусы зачем-то добавляют определённые вещества, которые трудно назвать экологически чистыми. Возможно, для склейки. Но неизвестно почему. То есть, ну, если вы встретите его, имейте в виду, почитайте, из чего он состоит. Обязательно читайте состав материалов. Хочу ещё тоже про эковату дополнить. Во-первых, я сам применил. Кое-где, там, где соломенные блоки не могли пролечь, это где связка идёт двойных или досок, или двойные идут брусы. Например, 15 на 15, между ними расстояние. И вот как раз это расстояние, чтобы соломой не забивать, солома оседает, нужно было чем-то заполнить. Поэтому как раз эковаты и забивал. По поводу горит-не горит. Я специально пригласил соседа своего, он такой технария показал. О, смотри, вата. Он говорит, да горит. И говорит, попробуй. Вот он взял горелку, которая такая, выдувает газ, мощная струя. Говорю, ну, давай. Прям взял так, достал из мешка. В мешках я привез эковаты. Достал из мешка, положил прям так. Давай, поджигай. И он так грел, грел, грел. Он начинал дымиться. Там появлялся такой вот, ну, так, угольки вот эти начали появляться. Он убирал, и всё, она сразу тухла. Он не понял. Ещё раз. Греет, греет, греет. Оно опять дымится, начинает. Опять вот эти вот угольки. Опять убирает, оно опять тухнет. Говорю, ну, сколько ты ни поджигай, не получится пожечь. То есть, эковата, сделанная по правильной технологии, не горит. А по поводу мышей, здесь надо понимать, что, во-первых, те вещества, которые, вот ты правильно сказал слово, они впитывают влагу, распределяют её. Мыши, как биологически активные существа, в которых есть влага, не могут жить в этой эковате, потому что из них влага вытягиваться будет. Они себя будут чувствовать некомфортно. Это первое. Во-вторых, эковата, она слёжанная, а вот когда начинаешь копошиться, она мелкодиспренционная, она попадает во все вот эти вот дыхательные пути. И поэтому тоже мышкам, крыскам там делать нечего. Они просто будут задыхаться и долго-долго чихать. Они лучше к доктору айболиту потом сходят. Вот, поэтому там мышки не живут. И помимо всего того, если уж вы совсем сомневаетесь в этом деле, то я сделал так дом, когда я строил из Соломы, мне все говорили, «Ты что, типа там мышиный рай, что ли, строишь? Дворец для мышей?» У нас тут вообще все деревья, круг крысы, вот крысы, хозяйство у всех, крысы бегают, вот смотря какие мышки там, крысы бегают. Ну вот сколько лет у меня дом стоит, ни одной крысы не было. Одна мышка по моей халатности пробралась, когда я продухи не заткнул и положил дрова. Она по дровам забралась в продуху и забралась на самый-самый верх. Ну я очень просто там положил такую клейкую штучку, она прилипла. Вот единственная мышь, которая за все время у меня в гостях побывала. Так что если правильно все сделано, то ни мыши, ни крысы жить не будут. Тем более там, где материал отвращает их, то есть в другую сторону их поворачивает от нашего дома, где они просто жить не могут. Так что все свои слова полностью подтверждаю на практике. Ну отлично. Ну кстати, вот насчет мышь-крыс, кто живет на земле, все знают, что в частном доме, что живность есть, ее не может не быть. И мышка может забраться где-то, но мыши, муравьи не живут там, где их не кормят. То есть они живут там, где для них есть что поесть, и есть где переночевать. Если просто аккуратно за этим следить, мышей, грызунов и паразитов в доме не будет. Так, хорошо. Ну что ж, еще вопрос такой. Значит, получается, вы готовите, где-то берете сухой брус, потому что природного сухого бруса, хотя и пишут сухой брус, или доска, ее практически не бывает. Для того, чтобы она была по-настоящему сухая, ее надо все-таки подготовить, высушить. Когда вы на рынке вдруг видите сырая доска, написанная, ну честно, пишут сырая доска, и прям подходишь, трогаешь, она прям влажная чувствуется. А это вот природные сушки под навесом. Так вот, уверяю вас, природная сушка – это не сухо. Это, ну так сказать, тренд, который всем в голову втирает, особенно незнающим не умеет. Вот если это сушка, то она специально сушится, доска при специальном оборудовании, при специальной температуре. И потом еще при желании, если, конечно, там есть несколько технологий сушки, еще иногда и обрабатывают, чтобы влага обратно не сходила. Вот вы доску какую берете, брус какой берете, где вы ее берете? Это что, сушка под навесом, или все-таки вы стараетесь доставать сушку правильную? Все правильно. Материал, особенно дерево, оно будет той влажности, ну в итоге, которая будет в окружающей среде. Если, действительно говоря, мы там естественные сушки, это все, то дерево все равно будет набирать ту влагу, которая будет в окружающей среде, в воздухе. Понятно, что у нас только очень сильный мороз зимой может быть там близко, там 10% влажности воздуха. В итоге мы что делаем? Мы закупаем лес, обязательно загоняем его в сушилки, и этот лес проходит калибровку. То есть с таким лесом вообще приятно работать. Мы его, из него делаем, напиливаем, можно сказать, конструктор. Если это, например, эко-микродома. Разные бывают ситуации, но когда мы берем лес, ну то есть у нас есть партнер, завод, у нас нет личных сушилок, к сожалению, но я думаю, в итоге мы все равно придем к замкнутому циклу, поставим свои сушилки и будем сушить лес и обрабатывать его. Сейчас мы это делаем у партнеров, привозим к нему лес, его готовим, загоняем в сушилки, потом калибруем и его используем для строительства. И сразу же там же мы его пропитываем и обрабатываем. То есть на строительную площадку он приходит уже готовый. Готовый строительный материал. Понятно. Значит, еще такой вопрос. Эковата всегда, как правило, прессованная, да? Продается потом, ее надо специально подготовить, чтобы задуть. Потом там у Лешка происходит вторая, третья задувка. Это понятно. Для того, чтобы построить дом, ну, скажем так, для семьи средний, я думаю, что меньше 100 метров, наверное, нет смысла строить, да? Такой большой дом для нормальной семьи, это 200 квадратов. Ну, вот 100 квадратных метров. На одном большом КАМАЗе, там, типа, фуры, можно увести, вот, всю эту технологию? Или все-таки здесь потребуется отдельно вот это вести, отдельно вот это вести, отдельно вот это вести? Сколько нужно вот примерно для 100 квадратов в среднем машин, чтобы отдых доставить? Я почему-то говорю, чтобы люди понимали объемы, сколько чего приедет. Весь дом в 100 квадратов может влезть вполне в еврофорум. Знаете, да, что такое еврофорум? По длине. Да, конечно. То есть это, да, вместе с пиломатериалом, с обшивкой МДВП, с эковатой, ну, и с мастерами, если вы заказываете строительство под крючем. Просто почему знаешь такую еврофору? Потому что две еврофоры из Белгородской области я лично разгружал, когда привезены были соломенные блоки. Поэтому я прекрасно это знаю. Плюс ко всему разгружал другие материалы, брусы и прочее, которые пришли из Вологодской области. доски. Так что все это прекрасно знаю. Ну что ж, хорошо. Я думаю, что другие вопросы мы уже будем принимать от слушателей. Сейчас давай мы прервемся на небольшой перерывчик для того, чтобы мне запустить отбивочку. И после этого уже перейдем к вопросам и ответам. Хорошо. Спасибо. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова